Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на канале виртуальной клиники анестезиологии и интенсивной терапии. И сегодня в фокусе видеоакцента первые рекомендации сообщества по ускоренному восстановлению послехирургических вмешательств ЕРАС для педиатрической практики. Документ опубликован 8 мая 2020 года в журнале World Journal of Surgery и доступен в полнотекстовом варианте на сайте издательства Springer и на сайте сообщества Enhanced Recovery After Surgery. Первое педиатрическое руководство от ЕРАС посвящено новорожденным детям с хирургической патологией кишечника. В основе документа лежит строгий согласительный процесс, объединивший врачей и родителей пациентов. Международная мультидисциплинарная рабочая группа включала хирургов, анестезиологов, нанотологов и других специалистов, имеющих отношение к данному профилю. Во время разработки руководства также проводилась коммуникация с родителями или их представителями. Целевой популяцией явились доношенные новорожденные с гистационным возрастом 37 недель и более, без тяжелых коморбидных состояний, которые подвергались операции резекции кишечника в течение первых 4 недель жизни. Критериями исключения являлись сложные хирургические состояния, такие как некротизирующий энтероколит, дефекты брюшной стенки и синдром короткой кишки. Было изучено более 3,5 тысяч публикаций. С использованием модифицированного метода экспертного оценивания Дельфи выделено 17 основных рекомендаций. Качество рекомендаций оценивалось по системе Грейт, а определение их силы базировалось как на уровне качества доказательств, так и на потенциальных желательных либо нежелательных последствиях. Далее мы приведем сами рекомендации и их доказательную базу. Хирургическая тактика. При отрезии кишечника детским хирургам нужно определиться между выполнением стомы и первичного анастомоза. Данные с уровнем доказательности низкого качества, полученные путем сравнения первичных и вторичных анастомозов, продемонстрировали, что первичные анастомозы ассоциировались с сокращением длительности пребывания в стационаре, снижением частоты повторных госпитализаций и повторных операций. Рекомендация. Выполняйте первичный анастомоз в качестве первого выбора у пациентов с неосложненной кишечной атрезией. Уровень доказательности очень низкий, рекомендация слабая. Антимикробная профилактика. Уровень доказательности данных касательно антибиотикопрофилактики в неонатальной хирургии низкий. Авторы ссылаются на доказательства высокого качества в исследованиях у взрослых при операциях на кишечнике, где предлагается четкий тайминг профилактического введения антибиотиков. Учитывая частоту развития инфекции в области хирургического вмешательства, фармакодинамику и компрометированный иммунный статус у новорожденных, сочли приемлемым экстраполировать рекомендации, имеющиеся в литературе по взрослым пациентам. В то же время исследования фармакокинетики у новорожденных предполагают, что для профилактического введения антибиотиков в период менее 60 минут также будет эффективным. Назначайте соответствующую антибиотикопрофилактику в периоде 60 минут до разреза кожи. Длительность антибиотикотерапии в послеоперационном периоде. Назначение антибиотиков в послеоперационном периоде рассматривается в двух контекстах профилактического назначения и лечения подтвержденного инфицирования. В исследованиях низкого качества не было выявлено разницы между назначением антибиотиков с целью профилактики в период меньше одних суток по сравнению с периодом больше суток. И хотя в исследованиях у взрослых показано, что для профилактики достаточно одномоментного введения антибиотиков до разреза кожи, исследований живо-нанотальной хирургии недостаточно. Тем не менее, общая практика показала тенденцию к назначению антибиотиков у новорожденных и в более длительный период после операции, принимая во внимание особенности и тяжесть течения хирургических инфекций в нанотальном периоде. Однако назначение антибиотиков приводит к повышению риска развития грибковой инфекции и появления резистентных микроорганизмов. В условиях же подтвержденной инфекции или контаминации хирургической раны следует придерживаться соответствующей схемы лечения антибиотиками. Рекомендация. Отменяйте антибиотики в первые 24 часа после операции, если только не требуется продолжение их с целью лечения. Предупреждение интероперационной гипотермии. Новорожденные дети находятся в зоне повышенного риска по развитию интероперационной гипотермии. Вместе с тем температурным мониторингом часто пренебрегают. За гипотермию у новорожденных принимается температура ядра менее 36,5 градусов Цельсия. Дети с гипотермией в операционной подвержены большему риску возникновения респираторных критических событий по сравнению с нормотермичными детьми. Несмотря на низкое качество доказательств, риск гипотермии у новорожденных заслуживает строгой рекомендации относительно мониторинга и упреждающих мер для поддержания нормотермии. Интраоперационно, в непрерывном режиме контролируйте температуру ядра и принимайте упреждающие меры для профилактики переохлаждения и поддержания нормотермии. Рекомендация сильная. Переоперационная инфузионная терапия Целью инфузионной терапии в течение переоперационного периода является поддержание тканевой перфузии, метаболической функции, кислотно-щелочного и электролитного статуса. Ключевой частью интраоперационной стратегии является мониторинг клинического ответа на жидкостную поддержку, контроль глюкозы, электролитов и газов крови. Для достижения вышеуказанной цели рекомендовано назначение изотонических растворов, содержащих глюкозу. В литературе задокументированы случаи как гипергликемии, так и гипогликемии у новорожденных. Ориентация на показатели глюкозы крови в пределах от 3,3 до 7 ммоль на литр отображает определение гипо- и гипергликемии у новорожденных. Однако целевых показателей для ребенка, находящегося в состоянии общей анестезии, на сегодняшний день не существует. Клиницисты могут ориентироваться и на немного больший диапазон для таких детей, но принимая во внимание, что концентрация глюкозы 8 ммоль в литре и выше может оказывать пагубное влияние на развитие нервной системы. Гипотонические инфузионные среды не должны использоваться ввиду риска развития гипонатриемии. Добавление коллоидов для обеспечения нормовой лимии рекомендовано только в тех случаях, когда кристаллоиды сами по себе не дают эффекта, а препараты крови не показаны. В основе рекомендации заложен не так давно вышедший фундаментальный европейский гайдлайн по интероперационной инфузионной терапии у детей, авторы которого являются также инициаторами современной концепции безопасной анестезии для детей SafeTOTS, включающий протокол 10Н, о котором мы еще скажем в конце этого видео. Упомянутый гайдлайн уже освещался в наших видеоакцентах. Вы можете прослушать его на этом канале. Рекомендация. Проводите переоперационную инфузионную терапию для поддержания тканевой перфузии и предотвращения гиповлимии, не допуская жидкостной перегрузки, гипонатриемии и гипергликемии. Несмотря на доказательства среднего качества, подтверждающие эту рекомендацию, не так много исследований, демонстрирующих последующие эффекты. Таким образом, конкретные схемы не могут быть предложены, и рекомендация является слабой. Переоперационная анальгезия. Ацетаминофен. Множество высококачественных исследований показали, что назначение внутривенного ацетаминофена снижает потребность в наркотических анальгетиках. При недоступности внутривенной формы можно использовать ацетаминофен ректально, хотя, предупреждают авторы, его эффективность при ректальном пути введения может быть снижена. Несмотря на опасения по поводу влияния на печень внутривенного парацетамола, низкие дозы препарата хорошо переносятся новорожденными детьми при условии назначения его в течение непродолжительного периода. Нужно помнить, что длительное применение изучено недостаточно. Ацетаминофен следует назначать на регулярной основе, а не при необходимости, и строго придерживаясь рекомендуемых доз и интервалов между введениями. Если нет противопоказаний, назначение ацетаминофена на регулярной основе, то есть планово, в раннем послеоперационном периоде уменьшает потребность в наркотических анальгетиках. Уровень доказательности высокий, рекомендация сильная. Использование опиоидов. Морфин эффективен в отношении послеоперационной боли у новорожденных. Однако в силу особенностей фармакогенетики у новорожденных применение морфина приводит к менее предсказуемым клиническим эффектам по сравнению с детьми старшего возраста. А концентрация в плазме морфина и его метаболитов вариабельна. Во избежание кумулятивного эффекта, следовательно, и риск оседации, депрессии, респираторной функции следует снижать дозы морфина и увеличивать интервал между введениями. Терапевтическое окно между анальгезией и угнетением дыхания у новорожденных очень узкое. К другим побочным эффектам морфина относятся гипотензия и угнетение моторной функции кишечника. Данные с уровнем доказательности среднего качества поддерживают применение стратегии мультимодальной и малоопиоидной анальгезии в послеоперационном периоде новорожденных. Наименьшая доза опиоидов может быть назначена в течение самого короткого временного интервала. Все новорожденные получающие опиоиды должны быть обеспечены постоянным мониторингом пульсоксиметрии и других витальных функций с регулярным проведением оценки уровня боли. Применение опиоиды ограничивающих стратегий рекомендовано в послеоперационном периоде. Для лечения прорывной боли используйте наименьшую эффективную дозу с обязательным непрерывным мониторингом. Стандартный протокол анальгезии. Данные с высоким уровнем качества доказательств продемонстрировали, что применение ультразвукконтролируемых техник региональной анестезии в комбинации с назначением ацетаминофена на регулярной основе позволяют снизить необходимость назначения наркотических анальгетиков и потребность в других анестетиках. Эпидуральная анальгезия в сочетании с общей анестезией предотвращает риск респираторных осложнений и укорачивает время до восстановления функции кишечника. А регионарные блокады, если они обеспечивают хороший уровень обезболивания, позволяют избежать рисков, сопряженных с эпидуральной техникой. Рекомендация. Применяйте переоперационно-регионарную анестезию и ацетаминофен в комбинации с общей анестезией. Мультимодальные стратегии обезболивания, включающие регионарные техники, должны быть продолжены и в послеоперационном периоде. Лингвальная сахароза или декстроза. Большое количество исследований высокого качества продемонстрировали эффективность лингвального назначения сахарозы или декстрозы как анальгетику у новорожденных. В одном большом систематическом обзоре описаны преимущества сахарозы при таких манипуляциях, как взятие крови из пятки, винипункция, внутримышечные инъекции. Небольшое количество исследований показало эффективность сахарозы также и при постановке назогастрального зонда в сравнении с плацебо. Из-за низкого повреждающего действия и высокой доступности выполнения метода авторы рекомендуют сахарозу для снижения боли при установке назо- или орогастрального зонда и при других небольших болезненных манипуляциях у новорожденных. Рекомендация. Обеспечить лингвальной сахарозой, декстрозой для уменьшения боли при заведении назо- или орогастрального зонда и выполнении других малых болезненных процедур. Оптимальный уровень гемоглобина. У новорожденных детей анемия сопряжена с высоким риском смерти. Новорожденным требуются четкие установки порога гемоглобина и рекомендации по переливанию крови. Однако универсальной дефиниции анемии для новорожденных детей не существует, и определение порога гемоглобина является довольно сложной задачей. Большинство доказательных ресурсов рекомендует придерживаться рестриктивных стратегий при выборе порогового уровня гемоглобина для переливания крови, принимая во внимание тот факт, что не было выявлено различий в краткосрочных исходах по сравнению с либеральными подходами. Следует также использовать методы уменьшения кровопотери, включая меры по минимизации заборов крови, имеется в виду для лабораторных исследований. Если есть показания для трансфузии, то переливаемые эритроциты должны быть от одного донора, обедненные лейкоцитами, облученные и свежие. Авторы рекомендуют следующие позиции, но подчеркивают, что рекомендации относительно порогового значения гемоглобина у доношенных новорожденных в настоящее время базируются на данных с уровнем доказательности низкого качества. Ограничить показания для гемотрансфузии до поддержания уровня гемоглобина 90 и более грамм в литре для доношенных новорожденных с обычной потребностью в кислороде. Доношенным новорожденным в периоде менее 1 недели жизни, а также заинтубированным или с повышенной потребностью в кислороде проводите гемотрансфузию для поддержания уровня гемоглобина 110 грамм на литр. И вторая рекомендация. Используйте предписанные инструкции по переливанию крови и учитывайте не только пороговый уровень гемоглобина, а также и общий клинический статус новорожденного и местную практику. Коммуникация в переоперационном периоде. Авторы подчеркивают большое значение стандартизированной переоперационной коммуникации в мультидисциплинарной команде. Вовлеченность персонала и командная работа являются наиболее важными факторами в обеспечении безопасности хирургических пациентов. В исследованиях было показано, что это снижает вероятность неблагоприятных исходов и обеспечивает непрерывность в уходе за пациентом. По данным одного систематического обзора, основными элементами успешной коммуникации при передаче информации в послеоперационном периоде являлись следующие. Использование чек-листов. Завершение срочных задач перед сдачей смены. Минимизация отвлекающих моментов во время сдачи смены. Присутствие на разборах всех членов команды, задействованных в процессе. Тренинги по коммуникации в команде. Рекомендация. Внедряйте переоперационную междисциплинарную коммуникацию в команде с помощью структурированного процесса и протокола до и послеоперационной разборы, используя установленные чек-листы. Доказательство среднего уровня. Рекомендация сильная. Вовлечение родителей. Повышение коммуникации с родителями путем предоставления им информации, проведения семейно-ориентированных обходов, использования технологий, таких как, например, смартфоновые сообщения. Все это продемонстрировало улучшение результатов лечения пациентов и повышение удовлетворенности родителей. Участие родителей в процессе должно быть индивидуализированным, учитывая различия в возрасте, гендерной и этнической принадлежности. Чтобы у родителей не возникало путаницы и непоследовательности в информации на момент выписки домой, следует начинать обучать их всем необходимым навыкам ухода за прооперированным ребенком как можно раньше в стационаре. Письменные материалы, аудио, видео, пособия и симуляторы, используемые с этой целью, показали свою полезность для родителей. Способствуйте целенаправленному развитию практических навыков, которые должны быть индивидуализированы и удовлетворять уникальные нужды родителей. Начинайте обучение уже на ранних этапах госпитализации и поддерживайте его дальше с тем, чтобы дать родителям необходимые знания и навыки, и чтобы они, родители, были готовы взять на себя ведущую роль в уходе за ребенком, в том числе и после выписки из стационара. Уровень доказательности высокий, рекомендация сильная. Послеоперационное питание, раннее начало кормления. Имеются высокого уровня доказательства пользы раннего начала кормления новорожденных детей после хирургических вмешательств. В исследованиях показано, что у новорожденных, которых начинали кормить рано, сроки пребывания в стационаре были короче, а частота инфицирования раны и несостоятельности анастомозов была ниже. Кроме того, у детей с низкой прирождение массы тела кормление малыми объемами не приводило к росту случаев возникновения некротизирующего эндроколита, а также снижало частоту развития сепсиса. При возможности начинайте энтеральное кормление в течение первых 24-48 часов после операции. Не ждите формального восстановления функции кишечника. И хотя уровень доказательности очень высокий, в практике могут возникать ситуации, вынуждающие отложить раннее кормление. Поэтому рекомендация по своей силе определена как слабая. Грудное молоко Грудное молоко является экологически чистым выбором для доношенных детей с высоким уровнем доказательства его пользы. Для пациентов после хирургических вмешательств характерна низкая толерантность к питанию, в то время как грудное молоко усваивается хорошо, а наличие в нем иммуноглобулинов, пребиотиков и факторов роста способствует лучшей адаптации кишечника. В литературе достаточно описан профилактический эффект грудного молока относительно развития некротизирующего энтероколита у новорожденных недоношенных и с низкой массой тела. Употребление грудного молока также способствует развитию полезной фекальной флоры и угнетает рост потенциально патогенных организмов у доношенных детей. Рекомендация. Используйте грудное молоко в качестве первого выбора в питании. Уровень доказательности высокий, рекомендация сильная. Мониторинг концентрации натрия в моче. У стомированных пациентов обычно наблюдаются потери натрия через стому. Неадекватный уровень натрия в моче у доношенных новорожденных после интестинальных операций ассоциируется с замедлением набора массы тела. Поэтому контролировать концентрацию натрия в моче у новорожденных детей необходимо. В исследованиях с низким уровнем доказательств продемонстрировано, что поддержка концентрации натрия в моче на уровне более 30 ммл в литре способствовало улучшению роста новорожденных после хирургических вмешательств. Вместе с тем, описанные подходы в назначении добавок натрия были индивидуальными в каждом конкретном случае. Мониторируйте уровень натрия в моче у всех новорожденных со стомами. Целевая концентрация натрия в моче должна быть более 30 ммл в литре и превышать уровень калия в моче. Введение содержимого энтеростома фистулу У стомированных новорожденных повторное окормление через фистулу или рефидинг может улучшить освоение энтерального питания, необходимого для заживления и роста. Исследования с низким и средним уровнем качества показали, что введение фистулу содержимого эстомы способствует набору веса у ребенка, сокращает длительность парентерального питания, уменьшает утечки из анастомоза и холестаз. Осложнения редки, однако риск перфорации кишечника и смерти ребенка дает основания для осторожности в применении данного метода. Решение о проведении рефидинга фистулы необходимо принимать при тщательном отборе пациентов, то есть доношенные новорожденные со здоровыми фистулой и дистальной тонкой кишкой, а также при постоянном мониторинге и с обучением медицинских сестер. У новорожденных с энтеростомой применяйте повторное введение содержимого из энтеростомы фистулу для улучшения роста. Уровень доказательности средний, рекомендация слабая. Таким образом, если все приведенные рекомендации изобразить в виде характерной для РАС схемы, то она будет выглядеть так. На слайде показана схема из гайдлайна с нашим переводом. Перед хирургическим вмешательством в верхней части слайда Антибиотика-профилактика за 60 или менее минут до разреза Протокол гемотрансфузии Целевой уровень гемоглобина 90 и более грамм на литр у здоровых детей старше одной недели жизни и не менее 100-110 грамм на литр у детей первой недели жизни и с высокой потребностью в кислороде. Интраоперационно в левой части слайда Мультимодальная и малоопиоидная анальгезия с использованием регионарных техник и назначением внутривенного парацетамола на регулярной основе, а не по потребности. Инфузионная терапия Мониторинг и поддержание тканевой перфузии нормавлимии, нормогликемии, нормонатриемии. Профилактика гипотермии Мониторинг температуры ядра и предупреждение ее падения ниже 36,5 градусов Цельсия. Выполнение первичного анастомоза у детей с неосложненными формами атрезии кишечника. И в послеоперационном периоде в правой части слайда. Опять же, мультимодальная и малоопиоидная анальгезия, которая на этом этапе включает не только регионарную анальгезию с парацетамолом, но и сахарозу лингвально для обезболивания малых процедур. Ранее энтеральное питание, предпочтение грудному молоку, начинать кормление в первые двое суток после операции, контролировать концентрацию натрия в моче. Рефидинг фистулы. Отказ от антибиотиков первые 24 часа после операции, если нет инфицирования. Раннее обучение родителей и вовлечение их в процесс ухода за ребенком как можно раньше в послеоперационном периоде. Выстраивание партнерских отношений с родителями. И для всех трех периодов помечена красным цветом коммуникация всех членов переоперационной команды, структурированные и мультидисциплинарные подходы, использование чек-листов. Авторы первого анонатального гайдлайна ИРАС убеждены, что рекомендации для новорожденных детей в инстинальной хирургии существенно отличаются от аналогичных рекомендаций ИРАС для взрослых пациентов. В дальнейшем, с появлением новых и высококачественных данных, этот документ будет обновлен. Позволю себе комментарий. Как можно заметить, приведенные рекомендации ИРАС перекликаются с современной концепцией 10Н, где Н – это 8 норм и 2 нет. К нормам относятся нормоволемия, нормотермия, нормогликемия, нормонатриемия, нормотензия, нормокардия, нормоаксомия и нормокапния. И 2Н, 2 нет – это нет страха и интрооперационного пробуждения, и нет послеоперационного дискомфорта, под которым подразумевается боль, голодание, послеоперационная тошнота и рвота и ограничение активности. Действительно, подходы похожие. Однако 10Н охватывает только анестезиологическую практику, в то время как принципы enhanced recovery after surgery подразумевают мультидисциплинарный подход, и их выполнение возможно только при хорошо организованной на уровне каждого отдельного стационара командной работе. Подписавшись на наш канал, Вы будете в курсе новой, качественной и неискаженной конфликтом интересов научной информации в анестезиологии и интенсивной терапии. А я благодарю Вас за внимание. И желаю всем нам успехов и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok